здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь и в этом видео мы поговорим об одной из очень важных тем это бактериальные и другие болезни аквариумных рыб с чего же мы начнем мы начнем самого главного это общие признаки заболевания рыб общие признаки на что необходимо обратить внимание при покупке рыбки или если вам кто-то и подарил принесли и так далее итак первое при покупке обязательно осмотрите рыбку в магазине ну и конечно же дома на рыбе могут быть пузырьки это первый признак того что на рыбе есть слизь при этом увидеть слизь на этапе на таком этапе практически невозможно но это знак что что-то не так по большому счету здоровые рыбки должны выглядеть иначе но на этом же этапе рыбку еще можно восстановить можно вылечить однако за такой рыбкой необходимо наблюдать и наблюдать внимательно матовые пятна рыба не блестит опять признак заболевания рыбки как правило после этого этапа матовых пятен слизь скапливается после чего отделяется хлопьями и становится явной и видимой язвы эрозии водянка пучеглазия и рожение чешуи вздутие живота все в признаки больной рыбки особое внимание обратить на плавники они могут быть подгнившие слипшиеся размочалины или просто отсутствует ткань между лучами живот когда он впал и это значит то что рыбка истощена и кстати не всегда можно откормить ее и вылечить и есть вероятность того что она умрет к ну крупные паразиты рачки и сосальщики и теофтириус о многом говорит состояние анального отверстия особенно если на воспаленная красная скрывая потеками глистами и вы тоже обратите внимание на кал белый слизистый кал тоже говорит о том что здоровье рыбки подорвано обращайте внимание на общее поведение рыбки подергивается ли она как она перемещается в аквариуме почесывается ли она а декор и грунт захват воздуха у поверхности воды тоже явный признак того что что-то не так но кстати в этот вариант возможно что ей не подходит ваша вода если вы принесли новую рыбку и по истечению нескольких дней она не ест это опять же знак о том что какая-то проблема с ней существует или очень плохо есть рыбка лежит на дне отказывается плавать возможно что опять же не подходит вода тяжелое дыхание и наверное последнее явный такой признак это нарушение координации если вдруг вы обнаружили одно из признаков заболевания у своих рыб необходимо немедленно приступить к лечению правда есть одна большое но для того чтобы лечить правильно необходимо поставить правильный диагноз в этом и заключается сложность так как одни болезни можно определить визуально при осмотре другие только после микроскопии однако узнав с наших видео о болезнях рыб и об их признаках вы сможете хотя бы примерно понять какой группой болезней столкнулись и на какие органы они влияют применяйте схемы лечения смотрите за рыбкой если улучшений нет то соответственно это значит одно диагноз поставлен неверно применяйте другую схему лечению многие лекарства и средства можно кстати смешивать делайте смеси чтобы как можно больше охватить воздействие на болезни если есть подозрение на несколько болезней такое бывает и или если один из признаков относится как к одной так и к другой болезни рыбкам но в то же время в то же время при лечении необходимо учесть что лекарства нельзя применять вместе с кондиционерами такие как тетра аква сейф или сера окутаны сера такси век лекарства нельзя применять зуб обработкой так называемый очень важно при совмещении лекарственных средств ни в коем случае нельзя комбинировать препараты с одинаковым действием в таком случае будет банальная передозировка при лечении необходимо отказаться от угля как я уже говорил уголь он очищает но все же если у вас например стоит внешний фильтр то соответственно просто просто необходимо убрать уголь и кстати солид необходимо тоже вынимать обязательно вносите любое лекарство и особенно кондиционеры и красители только после подмены воды избыток органики разрушает красители и избытка органики быть не должно в аквариуме грибковые заболевания изначально мне хотелось бы пояснить что грибковые заболевания не появляются на пустом месте и всегда носит вторичный характер то есть рыбка например поцарапалась острый грот повредила кожный покров на месте ранки может образоваться ватный грибок так называемый ватный грибок то есть любой грибок это вторично и появляется только после каких-либо проблем соответственно при лечении необходимо обращать особое внимание на первоисток на то от чего появился грибок очень интересным грибком для аквариумистов является ватная болезнь ее легко определить визуально это пушистое образование светлого цвета с четко волокнистой структурой избавиться от него поможет сера микопур и тетра медика фунгистоп применять строго по инструкции часто помогает просто улучшение условий содержания рыбки или лечение причины о чем говорил ранее то есть первоистока немножко про вирусные болезни вирусная болезнь о которой мы поговорим сейчас встречается в пресноводных аквариумах крайне редко но мы не можем обойти стороной конечно же других аквариумах я говорю про морские аквариумы она встречается намного чаще но вероятно столкнуться с ней велика это лимфоцистоз выглядит как мелкие от розового до серого новообразования чаще всего появляется на плавниках но иногда и на голове и теле рыбки тоже видно явно явно можно определить на глаз в редких случаях прибегают к хирургическому вмешательству то есть вырезают обрезают если новообразование мешает ходить скажем в туалет кушать или просто плавать вообще специального лечения лимфоцистоза нет и единственным что можно сделать единственное что можно сделать это поддержать иммунитет рыбки для этого использует ранколекин или йод или кстати еще можно использовать тетравитал как использовать йод я расскажу в других выпусках и мы еще об этом не раз поговорим бактериальные болезни аквариумных рыб первое с которой хотелось бы начать это колумнариоз по-другому называют еще серое седло флексибактериоз плавниковая гниль чумка аквариума а также еще называют ватная болезнь рта возбудителем является бактерия флексибактер колумнариоз что нужно этой бактерии для жизни в чем она нуждается она нуждается в первое это в отсутствии соли в воде тут же хочется вспомнить о том нужно ли солить воду частые споры разворачиваются среди аквариумистов видите нужно также ей нужна теплая вода для хорошей жизни и наличие в воде кислорода если все эти условия соблюдены то знайте то что колумнариоз не дремлет он ждет своей своей своего часа данная бактерия условно патогена то есть вызывает ее болезнь только в стрессовых ситуациях для лечения рыб необходимо подбирать антибиотики со спектром действия на гамма отрицательные микроорганизмы если рыбки соли не боятся то необходимо действовать самым дешевым и верным методом то есть просто посолить воду вообще в любом присноводном аквариуме данная бактерия есть но при правильном уходе проблем с ней как правило не возникает если конечно у вас нет стрессовых ситуаций если нет перенаселения нет перекорма рыб и вообще если вовремя аквариум чистить если за ним вовремя ухаживать давайте рассмотрим симптомы это в принципе такое широкое поле для творчества симптомы при данном заболевании потому что они могут быть совершенно разными многое зависит от размера рыб их возраста бывает появляются белые пятна которые начинают расти эти пятна выражены достаточно плохо необходимый навык конечно же чтобы их увидеть часто встречаются в качестве не волокнистого водообразного налета не путайте с грибком могут быть микрозы отмершие участки так сказать чаще встречаются у мелкой рыбы кстати вот эти вот отмершие участки бывают язвы колумнария сможет разрушать и жабры вызывая распад жаберных нитей при этом цвет жабры естественно будет меняться становиться либо тусклым розовым либо будет менять цвет на темно-темно коричневый дыхание рыб при этом учащается пораженные рыбки подымаются к поверхности воды может измениться форма спинного плавника на седловидную отсюда такое поражение колумнария сам называют еще болезни серого седла как правило опять же встречается у мелкой рыбы а также встречается что пораженные участки тела рыбы темнеют цвет может доходить до черного или приобретать такого цвет грубого мяса давайте теперь поговорим про лечение какие же способы методы лечения есть одно из средств это цифрофлоксацин он же антибак эндроксил байтрил применяют его 500 миллиграмм на 50 литров воды формате таблеток вносить проблематично так как они очень плохо растворимы воде применяют водорастворимые формы цифран лечат от 3 до 7 дней при выключенном свете это условие обязательно носить полную дозу ежедневно средства негативно влияет на центральную нервную систему об этом необходимо учесть кровообращение и на выделительную систему в целом вообще антибак применяют также одну таблетку на 100 200 литров воды как и цифрофлоксацин вносится ежедневно перед перед тем как внести необходимо выключить свет и также лечится примерно 37 дней байтрил и энероксил пятипроцентный раствор 1 миллилитр на 10 литров воды лечение по продолжительности также 37 дней при этом если есть возможность выбирать между цифрофлоксацином и байтрилом то рекомендуется соответственно байтрил или энероксил так как эти препараты менее токсичны менее токсичный вариант 10 процентный раствор тоже бывает соответственно и он идет уже не на 10 на 20 литров воды один миллилитр можно добавлять все профилактики а также при или после или во время транспортировки последнее средство байтрил для эффективного лечения можно делать следующее брать лимамецитин и серу микопор при этом смешивают эти лекарства левомецитин одна таблетка на 10 литров воды вносит один раз в 3 дня данный курс может длиться до трех недель сером микопор вносится ежедневно в дозе 1 миллилитр на 20 литров или одна капля на 1 литр воды используется как вспомогательное средство к антибиотикам кстати сером микопор содержит акрифлавин так называемый от он активен против бактерии флексибакторе колумнолиз на ранних стадиях заболевания очень хорошо помогает от и хлопьевидных слизистых налетов у живородящих рыб еще одно средство смесь из доксициклина и бисептола 480 но учтите что доксициклин очень быстро убивает напрочь всю микрофлору в аквариуме соответственно его применяют в крайних терпящих случаях если живых бактерий не остается соответственно обрабатывать остатки корма некому по этой причине кормить рыб необходимо крайне аккуратно и лучше вообще не докармливать и так доксициклин две капсулы на 100 литров воды вносят один раз в три дня курс такой подачи до трех недель при этом необходимо ежедневно делать подмену воды по 20-30 процентов при этом бисептол вносит полторы таблетки на 100 литров воды в первый раз а далее курс 5-7 дней максимум до 10 дней носят по пол таблетки на 100 литров ежедневно еще одно эффективное средство это так называемый api пимофик на натуральной основе на основе эфирного масла это противогрибковые средства которые применяют на ранних стадиях на возбудителя самого стимулирует иммунитет рыб профилактирует вторичные грибковые инфекции вносит его ежедневно из расчета 5 миллилитров на 38 миллилитров ну грубо говоря на 40 литров воды но одного применения api пиво пи пимофика мало и как правило его совмещают с антибиотиками теперь хотелось бы поговорить про другую болезнь аэромонос и и еще называют краснуха карпов и рашение чешуи брюшная водянка возбудительным является бактерия аэромонос пунктата но на самом деле краснухой карповых называется называют вообще в целом широкую группу болезней вызванных не только аэромоносом но и псевдомонозами это вирусная болезнь в отличие от колумнарис о котором говорили чуть ранее аэромонос не нуждается к кислороде в воде они могут жить и без него по этой причине они часто встречаются в аквариумах с низким показателем кислорода при высокой температуре погибают любят любят когда идет в аквариуме перекорм также любят прохладную воду и желательно чтобы она еще была немножко кисловатая вот кислую воду они тоже очень любят часто заносится в аквариум с отечественными живыми кормами растениями лесными улитками да и вообще эта бактерия она очень широко распространена в наших водоемах и в тропиках она не встречается вообще какие же могут быть признаки заболевания ну по сути из названия этой болезни уже в принципе становится понятно то что это и рожение чешуи ну и кстати язвы при этом язву могут кровоточить легко увидеть это визуально рыбка при данном заболевании не реагирует на различные раздражители отказывается от еды становится вялой дыхание сдруднено они как правило рыбки заражены собираются у поверхности воды спустя время как правило опять же спускаются на дно доходит того что чешуя опадает и рыбка если можно так выразить становится практически лысой а также воспаляется анальное отверстие вздувается брюшка и развивается пучей глазе у рыбки о чем я говорил самом самом начале данную болезнь очень легко перепутать часто ее путают с болезнью даже не с болезнью с отравлением но при отравлении аммиаком очень явными признаками является слизь в нашем случае если она и появится то слизь будет совсем не ярко выраженная не ярко выраженное выделение и давайте перейдем к вопросу как же увеличить первое средство достаточно дорогостоящая это ранколекин это ветеринарное средство дают из расчета 50 тысяч 100 тысяч единиц на 10 литров воды через день вносит примерно 3-4 раза часто хватает и двух внесений при этом отлично стимулирует иммунитет рыбки данное средство более дешевое средство это цифрофлоксацин антибак энроксил вайтрил активно действует против аэромоноза и в принципе и от псевдомоноза тоже причем схема лечения абсолютно такая же как и при лечении колумнариеса можно смешивать дакцилициклин и левомицетин и кстати с ними же можно еще и смешать и нестатин как правило такую смесь применяют при крупных язвах пораженных рыбок вносит такую смесь течение месяца при этом минимальный курс лечения доходит до 10 дней вносит смесь через день и только после подмены воды минимум как я как говорили самом начале минимум 30 процентов вообще любое средство практически любое средство вносится каждый раз побуду повторять это постоянно после подмены воды только после подмены воды дозировки левомистицин 500 миллиграмм на 20 литров дакцициклин одна капсула там 100 миллиграмм на 30 ну максимум на 30 до 35 литров доходит нестатин 200 тысяч единиц действия на каждые 30-35 литров обязательно усильте аэрацию после лечения можно добавить препарат витал который действует на заживление ран рыбок есть еще ряд препаратов называют называемые нитрофурановыми часто используется при водянке это фуразолидон и сера бактапур директ кстати об этом средстве мы уже снимали одно видео можно посмотреть в других видео про него сера бактапур директ там действует одна таблетка на 50 литров воды дают его один раз в 3 дня но опять же только только после подмены воды от 30 до 50 процентов также можно делать 30 минутные ванны одна таблетка на 2 литра воды применяется помните что сера бактапур директ относится к токсичным препаратам учитывайте что ну вообще нитрофурановые препараты можно сочетать ну в принципе с любыми с любыми антибиотиками с любыми антибиотиками такими как например лимумецитин или цифрофлоксацин фуразолидон одна таблетка на 10-20 литров воды дается после применения желательно очистить воду углем так как фуразолидон окрашивает воду и дает достаточно сильный желтый неприятный цвет следующая болезнь которую мы рассмотрим достаточно интересная это аргулез аргулез это рачок является возбудителем заболевания на жабрах его еще называют карпоед или просто карповая вошь достаточно большой достигает 8 мм и виден невооруженным глазом как полупрозрачное пятно питается исключительно кровью рыбки рачки аргулеза теплолюбивые и легко размножаются развиваются яйца в зависимости от температуры воды в аквариуме до 5 недель при этом самка откладывает яйца на любую поверхность в количестве примерно 300 яичек в аквариуме они выглядят как желтые полоски после нескольких дней после вылупления личинок аргулез плавает в поисках жертвы и если не находит то просто погибает развиваются личинки во взрослую особь в течение полумесяца это примерно 2,5-3 недели первое что может помочь в борьбе с ним это ваши руки то есть бояться его не надо увидеть рачка ловить рыбку и удаляйте видеть желтые полосы в аквариуме удаляйте есть конечно же и химические средства например сероаргулол джеблорадол плюс в крайнем случае это полный перезапуск аквариума а также хотелось бы еще рассказать про тоже еще про одну интересную болезнь это лирниоз лирниоз это веслоногие рачки или просто лирны их еще называют при этом паразитируют только самки их можно называть самцами так как самцов они поедают сразу после оплодотворения каждая самка вынашивает 1400 яиц раз в 2 недели и живет примерно до 4 месяцев при этом личинки плавают свободно в воде и проявляют активность только после полового созревания данного рачка хорошо видно и профилактикой заболевания будет являться ежедневный осмотр каждой рыбки как удалить рачка есть химия для уничтожения сероаргулол опять же джебл арабол плюс или механическое удаление вручную но при удалении руками учтите что рачки легко рвутся на части и якорьки с помощью которых они держатся за рыбку остается внутри и долгое время после того как вы их удалите неправильно вызывает нарывы на рыбке следите за стеклом если обнаружите кладку яиц обязательно удаляйте в крайнем случае опять же перезапуск аквариума и применение белизны как белизну использовать в аквариуме мы поговорим в следующей части хотелось бы немножко пояснить о следующем выпуске как я уже говорил ранее этот выпуск будет называться краткий справочник в нем же мы разберем нужно рыбкам давать в аквариум добавлять его в воду или нет там же мы разберем про соль про много других различных штук а также разберем и про хлорку в воде вообще для как оправатывать хлоркой аквариум а сейчас поговорим о двух болезнях которые вызываются плоскими червями при этом лечение этих двух разных болезней идентичны это гиродактилес и дактилогирос гиродактилес это черви сосальщики признаками поражения является специфическое подергивание рыбки такие подергивающие движения рыбы при этом рыбка приобретает матовый цвет и ослезняется плавники рыбки начинают склеиваться увидеть паразита визуально очень сложно так как его размеры ничтожно малы и они достигают максимума 1 миллиметра размножение при этом и развитие гиродактилеса происходит на теле рыбки на теле жертвы лечение вот про лечение хотелось бы опять же отметить то что лечение оно будет идентично что одной болезни что и другой борьба с таким паразитом достаточно проста как правило используют препараты на основе паразиквантела первым средством является серомет профессионал термозол джебл гиробол плюс все применяется согласно инструкции есть другие методы борьбы например азипирин азинокс дронтал все это средства используются для животных при борьбе с глистами растворяют одну таблетку на 10-15 литров воды однократно обязательно усилите аэрацию воды через 24 часа сделайте обязательную подмену не менее 50 процентов если поражение сильное то одна обработка может не помочь лечение необходимо повторить но это бывает крайне крайне редко также и дактилогирос развивается его развитие вообще сосальщика очень схоже с гиродактилезом единственное важное отличие заключается в том что жабры рыбки изменяются почему жабры рыбки изменяются потому что этот паразит оккупирует именно жабры поражают жабры рыбы изменяется цвет меняется на бледный розовый развивается анемия рыбки пораженные дактилогиросом задыхаются рыбка отказывается от еды появляется обильная слизь жабры распадаются может отходить кусками вообще жабры могут отваливаться кусками и соответственно в первую очередь обязательно перед постановкой диагноза проверьте тестами воду на наличие аммиака если тест в норме то можно обойтись и без микроскопии при определении болезни можно сразу же понять что это именно дактилогирос лечение как я сказал ранее идентично с лечением от гиродактилеза на этом все на этом видео подходит концу спасибо вам за внимание кому понравился видео кому оно было полезным ставьте пальцы вверх а я на этом с вами попрощаюсь всего вам доброго и до новых встреч до свидания